Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня 15 августа, понедельник, на часах в Якутске 19.08. Прямой эфир информационно-аналитической авторской программы «Арена событий». Программа для тех, кто хочет знать события в лицо в студии Владимир Сенюшкин. В прямом эфире мы рады будем принять сегодня ваши звонки по телефону 35 33 10. Его вы видите на своих экранах. Представляю нашего гостя. Заместитель начальника управления ГИБДД МВД по республике Саха-Якутия, полковник полиции Лев Рабинович. Лев Владимирович, добрый вечер, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Лев Владимирович, давайте начнем программу с поздравлений главе республики Егора Афанасьевича Борисову. У него сегодня день рождения. Давайте поздравим главу. И я надеюсь, что все зрители присоединятся к этим поздравлениям. Егор Афанасьевич, здоровья вам, счастья, всего самого хорошего. Вы разрешите? Пожалуйста. Я хочу тоже поздравить Егора Афанасьевича, не только как главу республики, конечно, я очень рад, что наша передача в день рождения, как водителя с большим стажем и с опытом вождения автомобиля, пожелать здоровья и успехов. Спасибо. А я вот еще дополню. Егор Афанасьевич, хочу пожелать вам, чтобы на дороге, на вашей дороге попадалось бы как можно меньше всяких разных мудрецов, которые своей самоуверенностью создают аварийные ситуации. Скажем так. Приступим, Лев Владимирович. Ежедневно каждый из нас, выходя из дома, становится участником дорожного движения. Пешеходы, водители, пассажиры транспорта. В этой связи состояние безопасности на наших дорогах волнует всех. Что происходит на дорогах республики сегодня? Да, действительно. Каждый гражданин является так или иначе участником дорожного движения. Состояние аварийности беспокоит, по-моему, всех наших граждан. И я хотел бы сказать, что по состоянию на сегодняшний день мы имеем снижение по аварийности по первой цифре, это по количеству дорожно-транспортных происшествий на снижение на 3%. По сравнению с чем? По сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как и принято сравнивать. Это наша работа, как это принято сравнивать. И, значит, по раненым на минус 2%. К сожалению, рост погибших у нас имеется. Это небольшой, на 10%. И, в общем-то, принимаемые меры дают позитив профилактике дорожно-транспортных происшествий. Я хочу сказать, что отсюда и количество выявленных административных нарушений, принятие комплекс мер по профилактике дорожно-транспортных происшествий в республике. И выполнение, конечно, как всегда я говорю, надзорных функций, как со стороны госавтоинспекции. То, что касается по отдельным моментам, ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что у нас имеется незначительное сокращение на 7% это количество дорожно-транспортных происшествий по ведению трезвых водителей. А вот мы к этому подойдем обязательно еще. К этому подойдем. Трассы или город? Значит, у нас, можно так сказать, что по количеству дорожно-транспортных происшествий, ну, тут, по-моему, традиция, даже слово такое нельзя применить, где большее количество транспорта, где скучность там и большее количество дорожно-транспортных происшествий. Но, по идее, город-то... Да, значит, вы совершенно правы. 48% на сегодняшний день, буквально свежая статистика всех дорожно-транспортных происшествий в республике, это дает город Якутск. А теперь давайте по причинам. Собственно, вот есть ли какая-то статистика? Ну, пьянство за руку? Просто вот действительно статистика. Ну, конечно. Я могу сказать, что порядка 200 тысяч административных нарушений, это выявлено за прошлый год. 200 тысяч. Значит, 200 тысяч, не считая автоматизированной фотофиксации скоростного режима, нарушения правил проезда перекрестка, 84 тысячи. Из такого количества транспорта, которое 320 тысяч в республике и пределах 120 в городе Якутске, это туда входит 300. Мы считаем, что это все-таки много нарушений. Много. Есть грубые нарушения, которые влекут основной из причин дорожно-транспортных происшествий. Есть, конечно, малозначительные по своему нарушению, но я считаю, как сотрудник госавтоинспекции, малозначительных нарушений не бывает. Все в жизни начинается с малого. И то количество водителей, вот как мы с вами уже говорили, которые нарушают правила дорожного движения, это нарушение скоростного режима. Ну, даже посмотреть, что федеральные дороги у нас, будем говорить, с твердым покрытием, стало больше километра же, это дорога Лена. Это, значит, город Якутск. Все мы жители города Якутска. Мы видим, насколько он переобразился. Больше у нас скоростных дорог, больше, извините, значит, несмотря на более качественную обустроенность уличной дорожной сети, это разметка, светофорные объекты. У нас, тем не менее, в день происходит порядка 10 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Лев Владимирович, конкретизируем чуть позже. Хорошо. Через 2 минуты вернемся в студию. У нас реклама. Мы вновь в студии. Напоминаю, что в гостях у арены событий заместитель начальника управления ГИБДД МВД по республике Саха-Якутия, полковник полиции Лев Владимирович Рябинович. Лев Владимирович, продолжим. А есть ли какая-то статистика, свидетельствующая в пользу того или иного возраста, скажем, по правонарушению? По нарушениям правил дорожного движения? Если смотреть так по статистика по дорожно-транспортным происшествиям, то здесь, конечно, мы ведем возраст, водительский стаж обязательно учитывается при оформлении дорожно-транспортных происшествий. Ну, конечно, это молодежь. Молодежь, которая будет, более энергично водит автомобили, скоростной режим и несубъедение. Ну, а в состоянии алкогольного пенения у нас, конечно, средний возраст. Средний возраст? Да, средний возраст в основном. А вот женщин стало больше за рулем. Да. Знаете, ну, от этой статистики никуда не уйдешь. Есть и такие факты. И задержание женщин в состоянии алкогольного пенения, в управлении транспортным средством. К сожалению. К сожалению. Но тут можно еще что сказать, что, ну, знаете, что с 1 июля прошлого года у нас уголовная ответственность наступила за повторное управление. Кстати говоря, может, поэтому статистика... Да, статистика, она может чуть-чуть колебаться. Да, колебаться. Дело в том, что у нас на сегодняшний день 614 административных материалов и фактов возбуждения уголовных дел по статье 264, ч. 1. Это повторное управление транспортным средством. И некоторые уже по третьему разу пошли. Вот тут тоже как-то вроде... А это уже беда, кстати. Это уже, да, это беда, к сожалению. Хорошо. А что делается в госавтоинспекции для борьбы, ну, вот, с управлением в нетрезвом виде? Ну, вот конкретные какие-то вещи. Ну, конкретные вещи я могу сказать. Дело в том, что, во-первых, если будем так говорить грубо, что административные материалы практически раньше только на бумажных, как говорят, носителях, то теперь у нас в полном объеме такая практика, как видеорегистраторы. Это в каждой патрульной машине видеосъемка в момент оформления задержания водителей, что является большим фактором для рассмотрения в суде. Кстати, видеорегистраторы, я немного перебиваю, они вообще помогают, да? Они помогают, да. Они помогают... В суде учитываются? В суде учитываются, да. И каждый материал, который направляется в суд, а они направляются все, значит, приобщается копия с видеорегистраторой запись. Запись эта хранится 12 месяцев у нас на сервере, как доказательная база фактов управления. И, как один из... Раньше вопрос был очень такой спорный. При видеорегистраторе есть изменения в законодательном акте, согласно указу президента России. Значит, и все эти доказательные базы в видео, она является фактором в суде. Можно сказать, не решающим, но одним из решающих факторов. То есть судья при рассмотрении, он принимает меры, видя, что на самом деле происходило. Мы начали говорить о видеорегистраторе в плане помощи этого устройства при фиксации... Да, при фиксации. Акогольного именно. И, помимо этого, значит, те видео, которые у нас за нарушение правил проезда перекрестков, парковки, да, они все есть. Вот 84 тысячи, я сказал, это, в общем-то, если посмотреть сумму штрафа, которая наложена административных, 51 миллион. Да, это сумма штрафов, которая, ну, практически больше половины взыскана. Это тоже, ну, взыскать целая система, это связано и с судебными приставами, и установление личности, факта управления. Дело в том, что тут особенность при фото-виде фиксации есть. Здесь именно я не имею в виду управление транспортом в состоянии алкогольного пения, потому что там устанавливается сам водитель. А именно устанавливается правоприменительная деятельность, устанавливается по регистрации регистрационного знака. Потом возникает вопрос, кто управлял и прочее, целый процесс. Лев Владимирович, мы продолжим наш разговор, давайте примем звонок телезрителя, это важно. Будьте добры, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, задавайте ваш вопрос гостю. Здравствуйте, Владимир Владимирович, Оксана Петровна. Я бы хотела знать о поселке Малирации, когда поставят у нас знак, получается, с автобуса выходишь, да, дети идут, первая школа у нас тут рядом, стадик рядом, и у нас никаких знаков нету. Пешеходного перехода, дедры никакой нету. Вот уже скоро начнется новый учебный год, какие меры, ну так, будут сделаны по этому поводу? Спасибо за вопрос, очень важно. Вот конкретное место, конкретная, собственно, дата первого сентября. Значит, конкретное место, ну, я так понял, это поселок Мелиораторов. Значит, ну, я так не могу сказать, где это, ну, знаю, где это, ну, что там конкретно, но я даю слово, что я дам поручение. То есть вы на карандаш это берете? Города Якутска, чтобы этот вопрос рассмотрели, а вообще подготовка у нас начинается к началу учебного года. Вот сейчас мы, давайте сейчас завершим разговор. Я думаю, что мы рассмотрим вопрос и пешеходного перехода, и расположение ближе учебного заведения школы, поселки Мелиораторов, да, есть знак, и все, ну, дети должны. Я не готов ответить, но поручение данного, да, за данное место проверим, и, я думаю, помощники наши, которые сидят в студии, они запишут данные все. Ну, кстати, действительно, спасибо за вопрос. Мы спасибо, что вы позвонили и конкретно задали вопрос. Мы дадим вам полный ответ и примем все меры. Лев Владимирович, завершая разговор о вождении в нетреновом состоянии, общество как-то может повлиять на эту проблему? Значит, ну, как общество? Я понимаю ваш вопрос. Все надзорные органы, в том числе и на законодательные, они, на мой взгляд, не решат эту проблему. В том и дело. Да, пока, значит, общество не пересмотрит в целом все отношения к управлению транспортного состояния, вообще к употреблению спиртного. Ну, а управление транспортным состоянием, алкогольного опьянения, я даже все могу сказать, и я думаю, что все со мной согласятся. Это озвучил и президент страны, это преступник за рулем. Это преступник? Да, это преступник. Человек, который не контролирует движущим транспортным средствам, любым транспортным, трактором, автомобилем, велосипедом, мотоциклом. Эта опасность создает общество. Поэтому я считаю, что все меры, которые сейчас принимаются и на уровне правительства, и страны, и республики нашей, это выделение определенных адресных программ, которые, это формирование, я считаю, это большое будущее формирования, общественных формирований, извините за тавтологию, на которые мы надеемся. Ну, вы уж понимаете, на каждом перекрестке, на каждом углу инспектора дорожного управления службы не поставишь. И воспитание, воспитание с малых лет, с детского сада, школы и быть личным примером. Лев Владимирович, давайте еще один звонок примем. Будьте добры, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Я хотела задать вопрос, на улице Свердлова, напротив Глазной, нет ни пешеходных переходов, ни указателей, а установок. То же самое. Есть указатели, я не понял. Я тоже не понял. Чего нет там? Ни пешеходных переходов. На улице Свердлова, где Глазная больница? Там, значит, много слепых, видящих людей переходят. Спасибо вам за вопрос. Лев Владимирович, тоже на карандаш, в конце концов. Мы посмотрим, конечно. И мы дадим вам ответ, как положено. Я не могу сейчас сказать тоже. Давайте перейдем к теме 1 сентября. Все-таки приближается эта дата, она не за горами, чуть-чуть больше двух недель. Как готовится к этому дню госавтоинспекция? Ну, госавтоинспекция к этому дню готовится не только по республике, в масштабах страны комплекс программ. Значит, именно то, что касается нас, мы проводим традиционный, совместно с Министерством образования, это Министерством безопасности дорожного движения. Составлен совместный план проведения. Помимо этого, на правительственном уровне идет тоже подготовка. И комиссия по безопасности дорожного движения, и Министерством транспорта тоже месячник будет. В этом плане предусмотрено обследование уличной дорожной сети, это основа основ возле образовательных школ. Расположение дорожных знаков, пешеходных переходов, ограждений. Проведение различных мероприятий профилактического характера, связанных с перевозкой детей. И ведь, вы понимаете, у нас, что даже не мелкое столкновение, то мы практически в каждом пятом выявляем перевозку детей без удерживших струй. А вот, кстати говоря, по статистике, в сравнении с аналогичным, как мы говорили, периодом прошлого года, с участием детей. Я могу сказать, что по первой цифре, по количеству дорожных транспортных происшествий, и по последней цифре, по раненым, у нас идет снижение. Но по смертности, к сожалению, у нас рост на 100%. Давайте примем еще один звонок, и потом будем завершать. Вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос задавайте. Алло, здравствуйте. Мы проживаем в городе Якутске, меня зовут Татьяна Юрьевна. И у меня вот такой вопрос, такого плана. От отрезок улицы Дзержинского до Кольцевой, у нас как бы полосное движение. И одна полоса у нас постоянно занята в районе строительного рынка, столичного рынка. Стояночные места, какие-то вообще меры предпринимаются, затруднения вообще? Спасибо за вопрос, простите, очень немного времени. Место понятно, и вопрос понятен. Да, вопрос понятен. Я думаю, что ответ мы дадим. Но он, в общем-то, немножко такой вопрос-то. Там стоянка есть. Единственное, что когда обследование уличной дорожной сети, я дам поручение, чтобы посмотрели. Как и нацелим на предотвращение стоянки, чтобы не ограничить движение транспорта. Хорошо. Вопрос, который не могу не задать. Какие советы и рекомендации вы бы дали родителям в преддверии 1 сентября? Ну, советы и рекомендации я мог бы дать очень много, конечно. Но, в первую очередь, это, во-первых, личный пример. Личный пример. Это особый маршрут движения ребенка в школу. Это научить ребенка, как переходить улицу. Не допускать игры на проезжей части, если коротко. Значит, перевозить детей только в удерживающем устройстве. И пристегнутым ремнем. Это соответствует законодательствам и правил дорожного движения. Светоотражающие элементы тоже надо не забыть. Но сейчас у нас и на сумках таких ранцах есть расположены. Большие проблемы, прошу обратить внимание, значит, родителей. Бабушек, дедушек, это велосипеды, мопеды, мотоциклы, которые создают нам тоже некоторые проблемы. И думаю, что если общими усилиями, то, конечно, предотвратить неприятности с детьми мы можем. Хорошо, Лев Владимирович. Наше время истекло. Давайте прощаться. Всего вам доброго. С вами была «Арена событий». До свидания. Спасибо.